У нас в гостях Владимир Фоносеев, в очередной раз Володя с победой, красавец. Спасибо, да, спасибо, Володя. Привет, поздравляю, супер, получилось-то в конце. Не, ну это повезло, это может даже на камеру попало, да, радость. Но на самом деле это все-таки уже четверть финала Кубка Мира, тут есть место эмоциям, я считаю, что в принципе... Ну, мне соперник сказал, что он на меня не злится в этом плане, он понимает прекрасно, что это за стадия и говорит, если бы мне так зевнули, у меня бы такие же эмоции были. Ну, ему так зевнули, что сказал соперник после партии. А, что сказал соперник после партии, ну, как-то немного был в шоке, ну, просто он спросил, на кого я выхожу, что я выхожу, значит, на победителя тайбрейка коллеги Мшенку, вот, и, в принципе, удачи пожелал. То есть, ну, все-таки с Амином мы много тренировочной партии сыграли в жизни, и поэтому у нас хорошие с ним очень отношения, то есть, в принципе, просто так получилось, что в четверть финала пришлось играть. Ясно. Володь, а что ты вот почувствовал в момент, когда он пошел король Д4? Вот что, как это, какие эмоции там были? Когда он на Ж3 взял. В смысле, когда он взял на Ж3, да? Да, да, взял, да, ой, извини, когда он на Ж3, да, взял. Ой, ну, я просто понял, что я в полуфинале немедленно, да, это были большие эмоции, потому что полуфинал, это фактически, учитывая, как турнир у нас идет, с большой вероятностью, ну, в смысле, это просто, там, дистанция одной победы, чтобы выйти в претенденты, что, в принципе, для меня невероятный успех. Но есть еще сценарий, чтобы матч за третье место будет давать ту же самую возможность, то есть, в принципе, это, ну, это просто огромный успех для меня, и неважно, да, что сетка была такой легкой, просто надо было делать свою работу. Вот, я считаю, я с ней прекрасно справился, пока у меня и бешеные перформансы, набор очков, и партия я не проигрываю, то есть, все хорошо, то есть, я почувствовал, что все прекрасно. Еще главное, сейчас заработал лишний выходной, это очень приятно. Да, это очень больший год, конечно. Да, да. А то я вот уже жаловался сегодня жене, что вот почему у меня график работы 5-5 вместо моих любимых, там, 2-1. Что за 5-5? Сколько я еще буду играть тогда? Шестой день подряд буду сидеть за доской, как-то очень не хотелось. Слава богу, я от этого отскочил. Мысли материальны, Володь, так что побольше результатов будет хорошо. Я бы сказала, что мысли Владимира добро в материале, потому что сегодня он сказал, ну каким способом здесь могут проиграть, собственно говоря, каким способом Володя может выиграть, и показал этот вариант буквально за несколько минут до того, как он стучился на доске. Ай, ну, Володя чувствует атмосферу, что происходит. Да, да, он все знал. Ну, я уже, я на самом деле, я скажу, я чувствовал, что он поплыл в этот момент, и я ждал, что будут еще ошибки. То есть я думаю, если бы он не зевнул это, он бы позевнул что-то другое, честно говоря. Как ты это почувствовал? Как ты чувствуешь, что соперник вот плывет по каким-то ходам или почему-то? Ну, как-то вот он пешку на F6 отдал, не обязан был. То есть Владю ввел в шестой на четвертую. Вообще весь отрезок там, ну, я почувствовал, что он на отрезке провалился, да. Ну, я обычно чувствую, когда я на отрезке проваливаюсь. Ну, и в этом плане нет проблем чувствовать, когда соперник проваливается. Так же. То есть я просто почувствовал, что что-то он делает не то, и сделал выводы, что это может продолжиться. Понятно, да. И хотели мы спросить тебя о матче предыдущем, поскольку мы не успели с тобой тогда пообщаться. И что ты думаешь по поводу шахматиста из Сербии, Ивича Велимира? А, ну, замечательный шахматист. Я вот в интервью сказал, я считаю, что у него большой, в принципе, потенциал. У него очень поставленный дебют хорошо, и он квалифицированно очень точечно расширился под этот турнир. В принципе, я с трудом это все угадал, но мне повезло, что, во-первых, я в первой парте тайбрейка был прекрасно готов, во-вторых, во-вторых, я загнал его в жуткие цветноты, только это ему не позволило завершить блестящую, я считаю, проведенную партию. То есть он ее вел просто супер, и с Андрейкиным матч на меня большое впечатление произвел. Поэтому я его, конечно, очень сильно опасался. Ясно. То есть, может, даже тот матч был сложнее для тебя, чем этот, ну, даже, скажем так, по количеству матча? Да непонятно, этот мог быть точно таким же, просто в итоге произошел вот этот зевок. Ивич мне не зевнул ничего в ладенике 4 на 3, а тут все-таки слоны на доске еще сохранились, и Топатабай справился зевнуть. Уставки очень высоки, да, я как раз говорил, что разнопольные слоны, они при тяжелых фигурах всегда свою специфику привносят. Мне кажется, что просто позиция была на такого типа, ее страшно неприятно играть черными в Кубке мира. То есть, у меня, в принципе, не было никаких там достижений, никакого перевеса, ничего близкого. Ну, просто ее играть удобнее, там, давление постоянное, и у меня совсем нет риска, а черные должны как-то беспокоиться, какие-то ходы делать. Я могу просто вот сидеть на стуле, как я и делал, там, 3 часа, и делать вид, что я что-то предпринимаю. Хотя не обязательно я каждый раз что-то буду предпринимать. Ну, и в итоге это, да, действительно сработало, я его в каком-то смысле пересидел. Да, то есть, может быть, он физически как раз сел, и поэтому стал ошибаться, непонятно. А что, кстати, он кушал во время партии? Мы заметили, там был такой момент... Какая-то шоколадка у него была, вот, я не знаю, откуда он ее взял, это вообще разрешено или нет. Надеюсь, это была сочинская шоколадка. В общем, я во время партии только воду пью, я немного ему позавидовал, честно говоря. Может быть, это была какая-то хитрая сочинская шоколадка? Возможно, я вчера... Заметил его действия. Возможно, да, возможно. Вот интересно. Говорят, если шоколад во время игры поешь, сначала такая эйфория, голова хорошо работает, а потом идет обратный откат в какой-то момент. Может быть, это и произошло. Все может быть, да. Ну, предстоит интересный матч следующий. Неизвестен еще твой соперник. Кого ты бы предпочел увидеть? Да никого, честно говоря, бы не предпочел. Они оба прекрасно здесь играют. Слега сегодня просто фантастическую партию, мне кажется, выиграл. Вот. Да. Прекрасно. В очередной раз мы увидели, что французская в каком-то непонятном положении находится. Как там не играя, вроде получается как-то не очень. Это французская изначально была? Да, да. Это французская, представляешь, Володь. Да, я это не мог представить. Я думаю, он просто сыграл кони в три и каким-то чудом купил вот этот вариант, который, конечно, в этой ситуации просто мечтал сыграть белым цветом. Потому что если не поставишь мат, ты просто сдашься, а если ты поставишь мат, то ты отыгрался, да. А там только два сценария. Ты либо его ставишь, либо просто сдаешься. В принципе, идеальный вариант как раз, чтобы отыграться. Я не знаю, как Сэм его дал, это просто... Но я считаю, это очень нетехничное решение вообще давать такой вариант с перевесом в счете, да. То есть как-то ему надо было этого избежать. Очень странно, что он этого не сделал. Владимир, что будешь делать вот в выходной, который у тебя теперь появился? Будешь ли сидеть за тайбрейками вживую или... Я думаю, что отдыхать буду однозначно. Может, в горы же съездим с женой отдохнем. То есть, в принципе, здесь есть чем заняться. Не самое плохое место в мире Красная Поляна. Красиво тут, приятно. Здорово. Вот. Ну, надеюсь, сил наберусь, потому что пять дней подряд играть тяжело. Пора уже дослуженный отдых. Правда, чуть-чуть отдохнуть. В Скайпарк точно не поедешь. В Скайпарк там есть такое место удивительное, где люди набираются заряда адреналина. Это можно по мостику пройти, да? По мостику пройти, да, и так далее. А мы на Родальбан съездили, но Родальбан вообще адреналина много, честно говоря. Просто, ну, я был разочарован. Я надеялся, что там хоть какой-то адреналин, но там реально просто какое-то вождение вот этой вот вагонетки впечатлило. Ну, тебе адреналина хватает в Кубке мира, я так думаю, да? Конечно. А не знаю, мне кажется, я его с успехом избегаю, честно говоря. Просто с успехом избегаю пока. Ну, видимо, не избегу в следующих стадиях, но пока избежал. Здорово. В общем, здорово играешь, главное еще быстро. Вот. И мы тебе желаем, конечно же, удачи там в следующем туре, как и всем нашим игрокам. Да, приходи еще к нам. Все, постараюсь, да, постараюсь сдавать поводы, чтобы к вам еще зайти. Надеюсь, это не в последний раз. Отлично. Ну что, Володя, хорошо тебе отдохнуть, восстановиться в первую очередь. Ну, а там, как говорится, будет видно. Все, все, да, спасибо. Спасибо, Володя, спасибо, Настя. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok